Ты едешь в школу? Хорошо! А где здесь? Я тоже! Вот, нашел хороший магазинчик, нашел себе инвертор здесь Собственно, дешевле, чем на Амазон И сразу сейчас мне его поставят дома Вот здесь, в этом магазине Маленький магазинчик, но у них где-то в другом месте, короче, этот склад 300 метров до моего дома Вот этот синий прибор, вот этот ящик, Luminos, на котором написано, это и есть инвертор Он преобразует 12 вольт от аккумулятора в 220 вольт Когда пропадает напряжение в сети, он включается автоматически и подает в эту же самую сеть свои 220 вольт Большой специальный аккумулятор на 150 ампер часов Мы вдвоем едва затащили этот аккумулятор на мой этаж Не знаю сколько, наверное, килограмм 80 он весит Там свинец От инвертора могут работать лампочки, потолочный вентилятор Вот этот охладитель воздуха и электронная техника Кондиционеры, к сожалению, эти штуки не тянут Вот видите, сейчас выключили свет у нас Опять на инверторе горит сигнал Показывает, что питание идет от аккумулятора Работает вот этот охладитель воздуха Вентилятор вот так крутится бодро По моим подсчетам, этот аккумулятор на 150 ампер часов Может часов 10 работать с такой нагрузкой Ну, собственно, практика покажет Хотя я надеюсь, что у нас не будут на 10 часов непрерывно отключать электричество Когда электричество снова включают Инвертор заряжает аккумулятор от сети Вот такой у нас здесь хануманчик стоит Смотрите, кто-то поставил ему молоко Молоко, стаканчик с молоком Или может йогурт, это лась, я не знаю Чтобы хануманчику не было так жарко Это вот у нас Здесь около дома Вот такой маленький алтарик Раньше здесь был гопал Гопал это такой маленький ребенок Кришна Маленький Кришна Называется гопал А здесь еще месяц назад Тут, когда было не так жарко днем Здесь постоянно Делали пуджу такую большую Огненную пуджу Называется Мангала Арати Или Яге Яге называется Да Вот сейчас около 6 часов вечера Я вышел на дежурную прогулку Сидеть дома очень депрессивно Вот он наш дом Пойдем с вами прогуляемся Побеседуем Пообщаемся Вечером нормально Особенно Около Емуны хорошо Емуна охлаждает Вот смотрите, тетушка на мотоцикле такая Новые дома вон там строят Их не было Здесь был пустырь просто Зато дорога Вот здесь не становится лучше Дорога становится только хуже Когда-то здесь была дорога Нормальная Можно было Спокойно подъехать На велосипеде я здесь ездил А сейчас Похоже на то Как у меня во Владивостоке В моем районе Вышел я просто Чтобы пройтись Определенно Мне куда-то идти не нужно Когда ты сидишь дома постоянно Это очень депрессивно Поэтому надо заставлять себя гулять Даже когда жарко Естественно Днем я не выходил на улицу А вот сейчас На закате Очень даже нормально Нормально Пойду схожу наверное на Емуну Пройдусь Там прохладно Вот это трансформатор Типичный Трансформатор который рассчитан на дом И я вот сейчас вижу Там средняя фаза Она почти отгоревшая На проводке держится На волоске Я не знаю как у них работает Электричество И скоро оно отключится у них вообще А когда фаза отгорает одна То возможно все Может быть у вас 100 вольт В розетке А может быть 400 вольт У нас такое было Во время ковида У нас пошло 400 вольт Потому что земля отгорела Общий провод отгорел На трехфазном Трансформаторе На входе И пошло 400 вольт У людей Погорели Всякие электроприборы У меня сгорел От телефона Xiaomi Зарядное устройство Взорвалось просто Хорошо у меня было два Запасное было Тоже Xiaomi Я запасе Как знал тогда Потому что это было На ковиде На локдауне И тогда Даже Амазон Не работал И купить новое Зарядное устройство Было довольно проблематично Хорошего качества То есть ты нигде не купишь Магазины не работают Выйти нельзя на улицу практически И Амазон не работал очень долго Во время локдауна Не доставляли Даже просто так До квартиры Чтобы положить и убежать А ты выходишь Забираешь Нет Это уже потом Камера 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 Как ты? Ты в школе? Гуд Вриндаван Гуд? Окей Рады-рады Рады-рады Хорошие детки Не пристают Дай десять рупий У них уже У некоторых здесь просто На автомате Идешь они Десять рупий дай Еще бы я тебе давал десять рупий У тебя папа мама есть Вон они Здесь работают Они у себя в стране Выходим на главную дорогу Здесь вот обезьяны бегают Опять много людей собственно Сегодня выходной день Сейчас мне придется кричать в камеру Чтобы вы что-то могли слышать Здесь очень шумно Видите? Вот Выходим и здесь начало Вавилона А вон мои знакомые стоят Вон девушка Это хозяйка пиццерии Пойдемте с ней поздороваемся Вон она девушка Хозяйка пиццерии Где я всегда ем Рады-рады Как дела? Хорошо 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 Сейчас все хорошо Очень холодно Очень холодно Это очень холодно Да Очень холодно Капец Я такого не видел В былые годы Даже во время холи Да Каких-то праздников Для меня это совершенно Неожиданно Да Что вот сейчас В этот самый жаркий сезон Здесь будет столько людей Приезжих Во Вриндаване В мае месяце В конце мая Вот сейчас самое Самое жаркое время Конец мая Начало июня Это самое жаркое время Вот Самые длинные дни Самые короткие ночи Ночь короткая За ночь не успевает Земля остыть Поэтому так И днем И ночью жарко Но вот то что Столько будет людей В этом году В жаркое время Это для меня сюрприз Реально Смотрите Мне трудно пройти даже Просто по нашей дороге По этой Ну потому что Сегодня воскресенье Это обычно воскресенье Больше людей Но что вот будет Вот столько народу Больше чем В фестивальное время Когда-то Я могу предположить Что у них сейчас Отпуска летние где-то На работе У многих Наверное Ну это просто предположение Что там Какое-то Какое-то такое Вот Время отпусков И они приезжают сюда Может быть из Дели Может быть они думают Ой-ой-ой Вот они бегут как быстро В Дели такая же погода Тоже 45-47 в Дели Днем Здесь недалеко 100 км до Дели Поэтому примерно Одинаковая погода И там тоже Ямуна А Китна Китна банана Чарлис Окей Maybe back Вот 40 рупий бананы Я куплю у него потом А Чарлис рупий Это 40 рупий Да Приезжают Они считают Что здесь как-то наверное лучше Даже может прохладнее Ну действительно у реки прохладно А в Дели тоже Емуна Есть Но там она грязнее все-таки Она немножко очищается здесь Пока Эти 100-130 км течет От Дели до Вриндала Она Немножко разбавляется Из каких-то ручейков Вот Давайте посмотрим что тут Происходит На берегу Друзья смотрите закат Солнышко вот оно Закатное Красивое Солнышко Вон там я купал Этого Шиволингом С бычком И вот тоже Коровка Это урна Видите есть урны Есть урны Вот это урна Не и не пробовали Предлагают покататься На лодке Хорошая идея Сколько они Там просто набивается Людей много на этих лодках Битком Там Жарко тоже Как вы помните В Анталии Тоже я катался на лодочке По морю А здесь можно Покататься По реке Вот они запускают Эти лампочки Тарелочки Со свечками Лодочки такие Запускают по реке Ребята Вон два парня Они сейчас Подожгут эту Свечку там В этой лодочке И запустят Обычная история И на Ганге Так делают Решикеши И здесь тоже так делают Вот он Опускает лодочку И она поплыла А там смотрите На противоположном берегу Куча народу тоже Они туда приплывают На лодках Сейчас Иначе Обходить далеко До моста На лодочках Приплывают И там купаются Вот Это место называется Ямунагат Ямунагат Если посмотрите На Google Maps То Так оно именно и называется О Ничего себе он Там танцует Красавец Артист Артист Да не ват Да не ват Вот такая палатка Кто здесь может жить Здесь могут жить саду А могут просто Находиться ребята Которые лодочники Укрываться там от жары Вот девушка с теленком Пацаны запускают Воздушные змеи Помните песня Лети 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 за облака Пугачевой Воздушный змей Я в облака Запускаю Воздушного змея Кажется змею Что сам он умеет летать Вот они запускают Змея Такое развлечение У пацанов И посмотрите как они одеты Они все в джинсах Им по барабану Жарко не жарко С Рикшей Разговорился В пробке Ему делать нечего Я ему привет привет Он разговаривал Я говорю а как ты в джинсах Едешь такая жара Он говорит ох очень жарко А сам в джинсах И в кроссовках Я говорю а как ты в джинсах Вообще выживаешь Он а я люблю джинсы Говорит Ну люблю джинсы и все Мало ли что жара Перепрыгнуть этот ручей Это сточная канала Стекает в реку Вот видите Я сейчас через канализацию Перебрался Через местную Все что люди делают Во Вриндаване Вот через такие ручейки Стекает в священную реку Да куда еще Им стекать Этим отходом Только в священную реку И тут же купаются Ну я набрал вчера В бутылочку воды Из Емуны Она так отстоялась Песок осел на дно И прозрачная вода Немножко желтоватого цвета Похоже да знаете Как концентрированная Серная кислота Вот она так же выглядит На вид Немножко Желтоватого цвета Рокси Капнуть Немножко воды Из Емуны На холку Ну там где она не сможет Достать И слезать ее Потому что как-то Не очень хорошо Думаю если она Налижется этой воды А на холку я капнул Чисто ритуально Вот видите Тоже Такая палатка Это Бутылочки для воды Их продают Паломникам Чтобы те Набирали воду Из Емуны И потом Брали с собой В свои города Где нет Емуны Вот ребята Блогеры Приехали Рады 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 У него нет забот никаких Классно Батутик такой Во Вриндауне Наверное туда дальше я не пойду Потому что чем ближе Туда к Кеши Гату Тем больше мух Здесь вот какие-то мушки Похожие на комаров Только они не кусаются И туда чем ближе К этому самому Кеши Гату Там Значит там тысячи этих мух Облепляют вас просто И вот когда там арати Много людей Ну вот эти мухи Там невозможно находиться Больше десяти минут А в той стороне Их нету почему-то Этих мух Они вот туда В сторону Кеши Гата Смотрите какая палатка И вот они эти мушки Вот они С виду как обычный комар Но если бы вот эти мушки Кусались как комары Это было бы смерть Слава Богу они не кусаются Просто облепляют вас Как это расцветка называется В яблоках Пегая да Пегая корова А может не пегая Я в этих мастях В мастях Коров и лошадей Они разбирают Это наверное Александр Невзоров Разбирается в лошадях И в их расцветках Вот здесь в этой части Вриндавана Здесь нет этих мух Ну или не кусающихся комаров А там ближе к Кеши Гату Их очень много Какой-то феномен Такой Природный Видите сколько людей И они идут 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 Бесконечный Бесконечным потоком Им все равно Жарко не жарко Пи-пи Видите вот это Вода Здесь можно попить воды Наверное Не знаю насколько это Так Вот эти глиняные кувшины В них вода всегда сохраняется холодной Из-за испарения У них пористые стенки Вот эта глина Слабо обожженная Она пропускает воду Немножко так Через свои поры И вода С поверхности Испаряется И за счет испарения Очень сильно Охлаждает Саму воду Внутри такого Такого кувшина Это работает только При низкой влажности Но вот сейчас Здесь днем Влажность довольно низкая Поэтому Это работает У меня был такой кувшин Глиняный дома И действительно Вода в нем всегда Была холодной Но Вы не можете его использовать Долго Там Проблема Начинает Он плесневеть Очень сильно Через месяц Полтора И это плесень Которая Поселяется Внутри Пор Вот этого Кувшина Глиняного Вы Ничего не можете С ней сделать Надо Короче Выкидывать этот кувшин И покупать новый Он стоит недорого 150-200 рупий Вот что происходит Возвращаюсь И как пройти Парень спит Видите Попробуем пройти Ради 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 Это Капец Короче Друзья Смотрите Наверняка Вы никогда Не видели Столько людей В такую жару Видите Что происходит Людей Машин Это настоящий Индийский Вавилон Вот эти штуки Едут сейчас Со скоростью Пешехода Я быстрее иду Шел бы Если было место Вот эти все Поручни Металлические Они горячие Мороз Обращайтесь Не Понятно Индиамагик Индиамагик ТВ Индиамагик Ради Ради Ты из Дельи Да Дельи Ватт Да Очень оско Они приехали деле в общем друзья вот у нас вот так весело в это время года смотрите как весело рады это все приезжие вот сейчас семья из деле приехали у нас говорят также жарко а почему они мне поехали в гималайи вот вопрос наверное работа в деле они сидят там скорее всего просто у себя где-нибудь в офисе такие интеллигентные ребята видно что средний класс не те кто работает с лопатой интеллигентная семья а мне не хочется бананов потому что бананы в жару не очень хорошо такой фрукт он не сочный в жару хорошо какие-то сочные фрукты лимоны с водой разводить потеть начинаю потому что после захода солнца возрастает влажность друзья и может быть здесь ночью где-то 45 процентов влажности и при этой температуре это очень много уже очень много 45 процентов влажности когда у вас плюс 36 37 это очень много свернул с оживленной улице вот сюда это моя любимая улочка друзья здесь всегда мало людей она так в стороне вот от основных туристических троп хотя здесь есть вот такой прекрасный храм древний видите вот вот он вот такое место красиво у меня камера вот это это новая камера у меня друзья потом расскажу про него она более-менее снимает вот в такое время сейчас очень неблагоприятное время на самом деле для съемки по освещению это сумерки это то что называется сумерки сейчас солнце уже села и вот это всегда такое как бы синюшное такое неприятное освещение блеклое и снимать в это время плохо при таком освещении лучше днем конечно днем хорошо и даже ночью хорошо когда искусственный свет включает везде лампы яркие тоже нормально а вот в это время такое непонятное синюшное освещение это это неприятно да и вот здесь как раз магазинчик где продают инверторы я купил все таки инвертор вот дядечка у которого я покупал инвертор рады 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 инвертор гуд верними рапират рады рад but night time sometime p 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 i wake up up and down up and down last night this night no electricity no electricity all night big problem вот тот дядечка этот дядечка который привез мне этот инвертор и установил его с другим дядечки с электриком а этот он работает в этой компании подарили мне блокнотик с ручкой фирменный свой а вон там по этой дороге я нашел хороший банкомат банкомат который работает с моей турецкой карточки тоже нормально можно снимать деньги не нужно ехать туда вот где раньше я снимал в районе искон прям вот здесь около нас рядом с нами я хочу сейчас снять деньги деньги улетают только так шик 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 на электричество потому что я довольно активно гоняю кондиционер сейчас днем еще спасает этот как его охладитель воздуха водяной потому что низкая влажность а ночью надо периодически кондиционер включать все равно когда когда есть электричество когда возрастает влажность этот охладитель воздуха водяной он только хуже делает он не снижает температуру но делает баню в комнате еще больше увеличивать влажность да когда сухое время днем самое жаркое время он нормально работает из него дует такой прохладный воздух можно кондиционер не включать даже так где-то здесь банкомат друзья кажется вот он а нет нет не здесь вывески просто похожи это парикмахерская вот здесь да это парикмахерская такая стильная да электромобильчики а вот магазин электрический где я покупал провод хороший магазинчик электро товаров ведь все есть в пределах пешей достигаемости от моего дома там вот начинается главная улица и там он дальше туда где куда я иду и там куча всяких ресторанов к с кондиционером вот он банкомат работает или не работает все темнее становится и хуже освещение для съемки нас уже почти темно на улице камера конечно пытается сделать из ночи день но в общем банкоматик сработал снял я деньги себе на жизнь немножко в этом ашраме слышите колокола звенят типа там служба что я сюда пришел я хочу купить лимонов где-то там он дальше есть рынок небольшой овощной я хочу купить лимонов потом пойти купить содовой воды это газировка без сахара и без ничего просто газированная вода вот и купить газировки и сделать газировку с лимоном себе вон там справа там как раз этот рынок здесь все бананы продают я не хочу бананы они не очень идут в жару хотя их много везде этих бананов здесь можно покупать эти помидоры по 30 рупий здесь я покупал вчера помидоры дешевые у нас там на парикером на дороге 40 рупий а здесь 30 рупий помидорки вот здесь популярное кафе под открытым небом такая тхаба дают талии всегда очень много людей всегда все места заняты видимо здесь хорошая дешевая талии везде эти пани пури потому что по факту это жидкая еда вот эти шарики из теста тонкие туда наливают такой соус он жидкий как вода поэтому называется пани пури пури пули это лепешки а пани это вода пани вот как по-английски water по на хинди пани это вода пани пани горе кришна парень зазывает в ресторан себе там какой-то ресторан крутой подземный там прохладно рокси там дома осталось когда ухожу из дома я оставляю рокси включенным вентилятор охладитель воздуха чтобы ей было хорошо здесь можно соку попить пойду я соку попью наверно супер пока я пил сок в этом кафе juice центр ну совсем уже стемнело почти вот здесь можете попить любой сок с разными размерами стакан и мне действительно стало легче после этого сока ананасовый сок только просите сразу говорите без сахара и без льда ну без льда можете конечно сказать что со льдом но лучше неизвестность из чего делают этот лед наверняка не из питьевой воды а может из питьевой кто как поэтому я всегда говорю не надо мне лед лед это вода лучше чистый сок пить без воды вот встал прям чуть ли не заехал сюда в магазин хороший ресторанчик здесь кондиционер работает на всю катушку вообще по идее сюда можно вот так просто прийти сесть и просидеть полдня наверно никто тебе ничего не скажет даже если ты ничего не закажешь им я смотрю не до меня вообще что я здесь сижу потому что чтобы заказать здесь самообслуживание пойти туда на кассу и сказать что ты хочешь а потом забрать свой заказ а если я вот так просто сяду здесь и буду сидеть то никто мне ничего не скажет потому что они на меня и не смотрят здесь нет официантов как такой мой заказ 135 рупий и номер 70 здесь друзья электронная очередь он там табло как в банке да вот где кухня там табло и сейчас высветится мой номер 70 и надо будет пойти забрать мой заказ вот так здесь устроено все супер-пупер такой вот ватер нам почти без батар просто нам и рай то рай то тоже как бы просто йогурт там должны быть огурчики должна быть картошечка как-то чё-то не очень собственно я тут заказал просто чтобы здесь посидеть охладиться чай принесли ну вернее туда принесли на на раздачу надо самому идти забирать потому что самообслуживание чай выглядит красиво как собственное везде во винда вани сейчас попробую чай без сахара потому что сахар отдельно что попробуем собственно сахара не нужен он чуть-чуть сладенький видимо молоко такое сладенькое очень хороший чай из всего что я заказал здесь сегодня самое лучшее это чай маленькая макака им жарко беднягам днем где-то они прячутся обезьяна не очень хорошо видит ночью поэтому видите их нету ночью вообще там где темно обезьян нет они бандитствуют только днем но днем сейчас и ним им очень жарко поэтому они днем где-то прячутся и спят а ночью выходят но они плохо видят ночью поэтому обезьянам как бы не очень в этом сезоне вообще мне кажется что электричество отключили опять поэтому темно здесь не должно быть так темно сейчас он я слышу работает генератор да 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 вот здесь у них генератор есть у них посветлее обычно на этой улице очень светло я сейчас приду домой у меня не будет электричество скорей 5 во всем в риндам они выключили свет вчера весь всю ночь не было электричества где-то наверное часа в два ночи выключили и включили только в 6 утра капец просто беда 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 тут с электричество у них катастрофа наверное чиновники воруют деньги которые выделяются на усовершенствование электрической инфраструктуры а потом когда приходит вот такой сезон все все отключается все разваливается о опа видите далее электричество включилась включилась так я купил лимончиков мелких мелких таких лимончиков покажу потом приду и сейчас мне нужно содовой воды купить без сахара которая пойду туда в кафешку к нашим друзьям там содовая у них в холодильнике есть на нашей дороге здесь на паре кроме вавилон как всегда вавилонское столботворение столботворение так как мне пройти как пройти подожди рок 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 не пропускают не пропускают это наша кафешка любимая да вот он вот здесь кондишка рады рады сода 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 да красавица под кондишкой отдыхает и кондишку включил пришел к вечеру влажность возрастает почему то последние дни говорят что будут дожди скоро вот это сода то есть просто газированная вода без сахара с какими-то минеральными веществами добавленными конечно и такой прикольный вкус она абсолютно не сладкая и вкус газированной воды просто немножко кисленькая такая вот друзья смотрите какие лимончики в Индии здесь это лимоны вот такие маленькие горячие лимоны вода течет из крана горячая вода течет из крана так это у меня была выжималка для лимонов вот она вот она такая штука это специально для вот этих мелких лимонов хотя можно выжимать и более крупные лимоны выжимаем в кружку вот хорошо давай выжимайся надо аккуратно открывать эту содовую воду потому что может половина вылиться на вас вот и получился лимонадик у нас в вот чтобы вот подписаны Savior с вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok